Один из вопросов октябрьской сессии областного парламента – дополнительная поддержка участников специальной военной операции. Героям СВО и их семьям будут предоставлять бесплатные земельные участки. Такую задачу поставил президент. Депутаты приняли законопроект первом чтении. Впереди – оценка возможностей муниципалитетов по предоставлению земли. Спикер ЗАГС Собрания Ольга Хохлова подчёркивает, важно, чтобы закон эффективно работал во всех без исключения районах области. Вот именно этот вопрос нас и взволновал, поэтому мы решили поработать с ним и, может быть, там вести свои изменения. Если у города нет земли, то рядом есть ведь район, поэтому можно придумать взаимодействие города и района именно законодательное. И сейчас поработаем над этим. Мы не можем оставить желающих наших участников СВО и их семей без вот этой льготы. Она очень важна. В рамках правительственного часа с докладом перед депутатами выступила министр образования и молодёжной политики. Светлана Болтунова рассказала, что в регионе полностью решена проблема очерёдности в детских садах. А на капитальный ремонт школ область уже в следующем году получит значительные средства из федерального бюджета. Почти 2,5 миллиарда. Это 48 образовательных организаций, одобренные Министерством просвещения. 6 в 2024, 7 в 2025 году и 35 школ в 2026 году. Много вопросов у депутатов возникло по качеству школьного питания, особенно в областном центре. Родители жалуются, что в столовых детям нередко подают холодные завтраки и обеды. В итоге парламентарии решили детально проконтролировать ситуацию в каждом районе области. Разработаем такую памятку, что нужно посмотреть в школе, с кем нужно встретиться, что нужно попробовать. Не будут же там родители или дети нас обманывать. Поэтому наша задача сейчас включиться в этот мониторинг, посмотреть свои замечания, сказать, обсудить. И уже направить вот эту работу так, чтобы детки наши действительно не оставались без горячего питания. Это поручение нашего президента, и мы сколько времени говорили об этом, получая федеральные средства, мы должны их отработать на большую пятерку. Кроме социальных вопросов, в повестке дня «Патриотическое воспитание молодежи» депутаты одобрили новую редакцию закона о поддержке казаков. С начала следующего года представители казачества смогут принимать участие в государственных программах и получить материальную поддержку своих патриотических проектов. Сам закон в принципе регламентирует и описывает порядок взаимодействия органов муниципальных, органов государственных с казачеством. И позволяет оказывать и методическую помощь, консультационную, и в том числе материальную помощь на те направления, которые я изучил. Это именно патриотическое воспитание и охрана правопорядка, чем наши казаки традиционно были славны. Рассмотрели депутаты и предложения областного правительства по предоставлению налоговых льгот ответственным предпринимателям. Ожидается, что закон будет принят на следующем заседании законодательного собрания.